добрый день уважаемые коллеги сегодня мне хотелось бы и надеюсь что будет несколько занятий рассказать про разработку форм отчетов и бюджетов прикладное решение один из проведения холдингом включает в себя довольно таки мощный инструмент с помощью которого мы можем создавать различные формы отчетов и использовать их как для процесса бюджетирования так и для формирования любых других отчетов в том числе комплектов управленческой отчетности кроме этого некоторые отчеты могут быть использованы для цели отчетности по МСФО но эту тему мы в данном курсе касаться не будем в этом курсе мы поговорим скорее всего не о методологии каким образом необходимо формировать бюджетные модели или собирать и формировать управленческую отчетность а в большей степени будем касаться исключительно инструментов которые созданы на этой платформе для реализации этих задач основой описания структуры является справочник виды отчетов справочник виды обратимся к системе и посмотрим что справочник виды отчетов находится у нас в главе бюджетирования отчетности анализ виды и бланки отчетов здесь мы видим иерархичную структуру видов отчетов справа в окне у нас представлены бланки отчетов на этому справочнику виды отчетов подчинен ряд других справочников посредством которых определяется состав строк колонок показателей каждого отчета также возможности аналитического раскрытия то есть использование аналитик для показателей этого отчета внешний вид форм правила обработки правила проверки данных еще много других опций и справочников которые можно использовать для формирования отчета отчет может быть использован как для ввода информации в систему так и для отображения этой информации для этого существует бланк отчета то есть по сути дела это визуализация данных которые хранятся в систему хранятся в системе либо некий удобный ввод инструмент с помощью которого эти данные можно систему вводить давайте обратимся к системе бланки отчетов у нас представлены справа от вида отчетов про них мы поговорим поподробнее попозже далее экземпляр отчета это документ который фиксирует заполнение конкретных показателей с возможностью процесса их согласования данные бюджетов и отдельных форм хранятся в системе и их структуру удобно можно описать в пользовательском режиме это очень важно что хотелось бы отметить что основным отличием от других документов которые есть в системе 1 исправления холдингом этот документ непосредственно сам не хранит данные все данные хранятся в регистрах системы и открывая экземпляр отчета и создавая бланк отчета заполняю мы видим данные которые записаны в системе и хранятся в самом документе это важно понимать когда вы будете формировать отчеты либо создавать бланки отчетов единственное что стоит отметить конечно что экземпляр отчета после согласования устанавливает блокировку на определенные показатели и для указанных аналитик их изменения становятся невозможным поэтому здесь система отрабатывается четко и процесс согласования он фиксирует данные в системе без возможности их последующего изменения ну естественно если данное согласование не будет отменено что тоже настраивается в принципе с помощью процесса согласования давайте теперь попробуем создать какой-нибудь вид отчета также посмотреть каким образом можно создать бланк отчета и определить показатели конкретно с которыми мы будем работать будет более понятно вся терминология которая была сказана ранее давайте за основу возьмем существующий бланк бюджетной модели как пример да то есть допустим торговая компания занимается купли-продажи одежды имеет розничную торговлю и необходимо нам зафиксировать базовые показатели модели то есть это показатели которые будут дальнейшем использоваться на разных других формах вот но это опять же мы не касаем сейчас методологии просто работаем непосредственно с формой посмотрим каким образом это можно сделать в системе в экселе данные отчет выглядит следующим образом да здесь указано какие показатели у нас используются и какие показатели соответственно каким образом будут вводиться но на данной форме у нас все показатели в улице вручную так как это базовые показатели модели в дальнейшем при разработке мы будем усложнять немножко форму и будем добавлять связи между разными видами отчетов использование показателей из других видов отчетов и в дальнейшем будет понятно каким образом их можно связывать перейдем к системе и создадим новый вид отчета не будем изобретать ничего назовем его то есть таким же образом автоматически система проставляет код и полное наименование в зависимости от указанного наименования код нет мы не можем полное именование можно в принципе поменять давайте сразу остановимся на основной вкладке этого документа дальше уже приближимся по вот этим справочным которые у нас автоматически создаются запишем чтобы этот вид отчета у нас записался если мы сейчас посмотрим на наш стартую страничку да мы видим что у нас формировался новый вид базовые показатели и автоматически у него сформировались бланки отчетов это стандартные бланки которые формируются автоматическом режиме про них мы чуть чуть попозже поговорим возвращаемся к нашему виду отчетов данный справочник как уже говорилось да он содержит ссылки и взаимосвязь со всеми другими справочниками которые определяют структуру всего отчета который мы будем делать сейчас создавать значит еще раз обратимся на вкладке основной кроме на именование у нас здесь имеется характеристика объект для согласования значений здесь есть у нас два варианта это экземпляр отчета или ракурс объект для согласования значений это как раз тот функционал о котором говорили чуть ранее это возможность согласовывать экземпляры отчетов экземпляр отчетов у нас формируется на базе вида отчетов которые мы сейчас будем создавать и этот экземпляр фиксируют конкретные показатели которые мы будем вводить в случае допустим с управленческой отчетностью это могут быть показатели которые рассчитываются неким образом либо берутся из системы и тоже фиксируются да то есть здесь основной момент отличие от аналитических отчетов это то что любой аналитический отчет создаваемый в системе это некое состояние системы да вот на текущий момент который у нас есть но либо на выборный момент который мы выбираем если есть определенный период зафиксировать это значение мы не можем да то есть мы можем только через сохранение в excel либо распечатав на бумажный носитель и так далее этот инструмент позволяет нам с помощью экземпляра отчета данную фотографию со значениями сделать и зафиксировать в системе и запустить по процессу согласования это очень важный момент который у нас на при помощи которого можно строить серьезные процессы внутри компании это бюджетный процесс процесс согласования про низкой отчетности и любых других вспомогательных отчетов которые допустим у вас компании присутствуют второй элемент ракурс это на текущем моменту версии 3 0 управления холдингом она сохранена этот функционал но он больше этот функционал имеет отношение к первой версии системы управления холдингов в которой не было вот этого бланка многопериодного да был только однопериодный бланк и был бланк сводной таблицы который по сути дела позволял составлять бюджеты на несколько периодов да то есть базовым бланком можно было создать сформировать данные да только за 1 период допустим за какой-то месяц и для того чтобы утвердить данные за несколько месяцев нужно было допустим за год нужно было создать 12 бланков на каждый месяц отдельно а бюджет утвердался соответственно с помощью сводной таблицы вот и для того чтобы можно было согласование проводить не по всем показателям сразу да а выборочно вот был введем такой разрез как ракурс и можно было грубо говоря согласовывать именно сводную таблицу через эти ракурсы я думаю что в дальнейшем мы потом посмотрим каким образом этот ракурс может быть задействуем и в текущих отчетах но сейчас практически они используются потому что и многопериодный бланк который позволяет сразу же делать отчеты на несколько периодов и здесь уже методологически лучше сформировать разные виды отчетов для того чтобы можно было утверждение этих отчетов раздать допустим между некоторыми ответственными делами следующая опция то нас сохранять историю изменений система позволяет формировать хранить историю изменений для показателей то есть и их можно менять и система может хранить историю изменений показателей ну собственно как и любых других элементов системе но здесь есть один маленький нюанс дело в том что бланки отчетов сводная таблица многопериодные но даже однопериодный бланк могут использоваться как для ввода информации да мы уже говорили так и для вывода но если включается опция сохранять историю изменений функция ввода информации через бланк сводной таблицы перестает действовать и функционал сводной таблицы можно будет использовать только в качестве отображения информации проведение кого-то анализа план фактного и так далее то есть вводить данные через вот этот бланк будет невозможно если будет установлена сохранение изменений текущая опять же методология позволяет в общем-то отказаться от использования данной опции любое хранение истории это тоже утяжеление системы замедление работы что тоже не всегда хорошо влияет на рабочем процессе следующая опция это у нас назначение вида отчетов здесь у нас есть несколько вариантов это произвольные данные остатки и обороты по счетам бюджет денежных средств бюджет доходов и расходов и бюджет закупок мы с вами будем рассматривать сейчас на начальном этапе произвольные данные что касается остальных вариантов то можно сказать сейчас следующее что выбор бюджета движения денежных средств назначения позволит привязать наши показатели отчетов к справочнику движения денежных средств которые есть в системе аналогичная ситуация связана это с бюджетом доходов и расходов мы можем привязаться к справочнику доходов и расходов и соответственно бюджет закупок такая же ситуация остатки оборотов по счетам говорят это сами за себя выбор произвольных данных нам позволит в дальнейшем наши показатели отчетов то есть мы сможем выбирать да то есть между тем что оставить это качестве произвольных данных либо сможем отдельный допустим показатели привязать к бюджету каким-то статьям которые нам потребуется в дальнейшем на практике привязка к статьям движения денежных средств доходов и расходов а происходит уже на финальном уровне да там бюджетов формирование когда необходимо устанавливать какие-то лимиты да то есть где необходимо иметь связь значит в дальнейшем посмотрим каким образом это связь происходит но на текущий момент нужно просто понимать что система видов отчетов она довольно таки независимо да и здесь свобода творчества вы собственно показатели отчетов можете давать любые какие вы хотите вот но для того чтобы определенные значения передать в систему как раз существует вот определенное назначение видов бюджетов помощью которых данные сформированные сможете передать систему здесь соответственно для удобства да то есть если мы не делаем назначение выбираем значение бюджет движения денежных средств здесь мы можем выбрать опцию формировать по структуре справочника здесь у нас автоматически формируется ссылка на статьи движения денежных средств и наши с вами строчки будут сформированы сразу согласно того классификатора который у нас есть справочник аналогичная ситуация будет и движим дохода происходов хочу сразу сказать еще один нюанс если кто-то решит экспериментировать нужно понимать что если вы делаете привязку к справочникам соответствующим это процесс собственно необратимый то есть развязать вид отчета потом от справочника невозможно потом позже скажу почему вот и такой вид отчетов то есть случае если допустим вы решите потом используйте произвольные данные к сожалению придется удалять и по новой его формировать вот поэтому здесь нужно очень аккуратно подходить к выбору параметры мы оставляем значение произвольные данные соответственно и эту опцию тоже мы не включаем дальше входит в группу это по сути дела то есть папка в которой у нас размещен наш вид отчет дальнейшие справочники которые имеются в системе да я думаю что мы сейчас посмотрим чуть попозже для этого разберемся что же такое показатели отчетов поэтому на этом этапе мы можем сейчас записать закрыть есть у нас вид отчетов формированный дальше далее нам необходимо создать непосредственно структуру нашего отчета это можно сделать несколькими способами как правило двумя первый способ это мы его тоже рассмотрим чуть позже но очень кратенько скажу это мы можем открыть вид непосредственно отчетов включить редактирование строк колонок и собственно заняться тем что добавлять вручную стройки и вручную добавлять колонки которые нам необходимы для нашего отчета так как отчет это все-таки табличный документ поэтому соответственно базируется он точно также на строках и колонках есть второй вариант создания строк колонок и в том числе показатели я предлагаю начать с него он более простой но и для нашего отчета подходит лучшим образом для этого открываем однопериодный бланк и собственно видим перед собой поле свободной деятельности да то есть очень похожий на собственно почти почти таковым являющимся чтобы здесь можно взять но самый простой вариант это мы можем открыть наш отчет скопировать и вставить в принципе даже сохранилось определенное форматирование до вообще хочу сразу сказать что бланки отчетов однопериодные многопериодные это по сути дела действительно очень свободное поле здесь это стопроцентная визуализация данных да то есть здесь можно создавать несколько бланков мы это похоже посмотрим как это делает значит здесь действительно большое поле для творчество визуально вы можете создавать собственно любой бланк вы хотите что касается сводной таблицы там конечно что немножко более строго она очень похожа те кто работал с эксеном знают реально похоже на сводную таблицу которая непосредственно взаимодействует с теми показателями которые будут записаны в систему на бланках однопериодных и многопериодных это все-таки взаимодействие не напрямую через определенную визуализацию здесь сводной таблицы мы имеем одновременный доступ сразу ко всем показателям которые хранятся в системе с помощью бланков однопериодных и многопериодных в основном многопериодных потому что однопериодные сейчас практически тоже не используется мы можем ограничивать пользователя с точки зрения доступа каким-то показателям продолжим формирование нашего бланка то есть уже не нашего бланка нашего отчета наш бланк вот он есть нам необходимо сформировать строки нашего отчета выделяем строки нашего отчета соответственно вместе с контролем помечаем нажимаем на волшебную палочку так называемую и что нам предлагает данный инструмент он нам предлагает низко вариантов да то есть создать строки создать колонки создать показатели либо наоборот удалить сопоставления те которые были сделаны раньше кроме этого у нас предлагается выбрать вариант создания нового бланка мы тоже про него позже поговорим что это за такая страшная кнопка пока предлагаю не пользоваться и наша задача была создать строки поэтому нажимаем создать строки и мастер нам предлагает на то есть что какие строки он видит во первых сразу да мы видим что у нас этот параметр произвольные данные тот который мы выбирали он у нас есть здесь у нас соответственно есть выбор да между как я и говорил да мы можем опять же вернуться и выбрать некие другие показатели но мы остаемся пока на произвольных данных здесь есть еще отдельный показатель трансформационной корректировки мы тоже попозже про них поговорим оставляем произвольные данные единственное что мы здесь видим да это у нас то что немножко он перевернул наш строки вверх ногами объясним почему я так делал дело в том что он именно в такой структуре которую мы сейчас видим в той же последовательности их запомнит для дальнейшего табличного представления поэтому если их оставить в перепутном виде то у нас соответственно те же продажи то есть мы будет все кверх ногами грубо говоря дальше что значит мы здесь здесь можно указать для каждой строки да то есть тип значения которые будут у нас то будет соответственно число потому что здесь у нас будут указаны проценты здесь будут указаны цены это будет чисто таких у нас логических выражений там текстовых и дат здесь не будет присутствовать так мы оставляем число активные или пассивные это соответственно выбирается в основном для каких-то балансовых показателей необходимости можно выйти группирующую строку ну и возможно сразу добавить группу я потом попозже покажу как это сделает делается но на данном этапе нам это не требуется поэтому мы собственно можем оставить взять записать и закрыть значит откроем наш вид отчета посмотрим что у нас произошло да выбираем справочник строки отчетов видим да что наши строки соответственно сформированы можем переходить к формированию колонок здесь мы выделяем заголовки наших колонок и с помощью точно такого же инструмента создаваем колонки нашего отчета тоже создались открываем наш структуру видим что колонки отчета нашего тоже создались теперь самое важное стоит поговорить про показатели отчетов что же такое показатели отчетов вся система в прикладном решении система отчетов строится на так называемых антических кубах что это значит это значит что каждый показатель отчетов есть определенные имеет определенные аналитики и при указании этих аналитик мы можем четко определить какое значение такого показателя мы должны взять ну то есть вот если на трехмерном графике это выглядит следующим образом то есть у нас есть одно измерение два измерения три измерения и соответственно при определении значения одного измерения допустим не знаю здесь у нас допустим период да там январь второе изменение измерения допустим это у нас какая-то компания и третье измерение допустим это будет выручка да то есть при определении март о там ромашка выручка мы соответственно получим значение показали за показатели столько-то рублей это очень важно понимать для того чтобы правильно построить аналитический куб правильное построение аналитического куба это по сути по сути построить его таким образом чтобы у нас отсутствовали дубликаты показатели то есть грубо говоря не было в кубе дубликатов допустим выручки либо каких-то коэффициентов до которые мы создаем в одном виде отчетов и потом используем в другом точно такой же показатель это очень важно в тот момент когда вы будете формировать методологию создания отчетов либо формирование бюджетной модели потому что любое задваивание в этих показателей соответственно ну во первых приведет к неразберихи в какой из этих показателей использовать тот или этот их придется неким образом между собой стыковать надо строить модель таким образом чтобы избежать избегать таких ситуаций да то есть если вы на одном виде отчетов планируете выручку да либо какие-то показатели с помощью которых вы будете строить эту выручку то в другом виде отчетов в эту выручку уже берете как готовую с этого показателя ни в коем разе не формируете выручку как показатель для другого вида отчетов тут очень важно понимать что система все эти данные хранит в разрезе вида отчетов то есть другими словами допустим выручка для одного вида отчетов и выручка та же самая но в другом виде отчетов для системы это два разных показателя они могут называться по одинаковому но система не будет понимать что это один и тот же показатель поэтому это очень важно понимать про измерение аналитики показатели отчета мы уже сказали теперь давайте разберемся все таки сколько у нас есть измерений на самом деле в прикладном решении есть 11 измерений показателя да то есть визуально это очень сложно отразить ну вот трехмерной модели мы посмотрели по поводу 11 этих показателей каким образом они делятся существует пять сквозных аналитик которые определяются для каждого показателя 4 из них является 4 первых является обязательным да то есть это период сценарий валюта организационная единица и проект это сквозные аналитики кроме этого есть 6 дополнительных аналитик 5 аналитик это произвольных которые могут принадлежать показателю то есть это некий так скажем аналитические раскрытия мы посмотрим что это такое да и к этим же показателям эти аналитики могут быть еще в различных валютах да то есть если мы хотим к примеру чтобы какая-то аналитика была велась то есть показатель этой довелся в какой-то своей валюте да отличный от валюты которые у нас есть вот здесь да вот эта валюта всего отчета а вот эта валюта касается непосредственно аналитики по каждому показателю да то есть это немножко разные вещи здесь валюты здесь они могут между собой отличаться при необходимости в зависимости от тех задач которые вы решаете давайте теперь посмотрим как это выглядит в системе значит наша задача сейчас мы определили строки определили столбцы нам необходимо теперь определить показатели это те те значения которые будут записываться непосредственно в систему есть несколько вариантов как определить ну давайте самый простой рассмотрим то есть понятно да что у нас показатели находятся на пересечении острог и столбцов мы можем сделать следующим образом мы можем выбрать все вот эти данные показатели прям все целиком опять воспользоваться мастером волшебной палочкой и нажать кнопку создать показатель он нам покажет все что он мог определить и здесь есть несколько вариантов да то есть мы можем прямо здесь галочками отметить для каких строк и столбцов мы будем создавать показатели а для каких мы не будем создавать показатели для системы также не очень хорошо наряду с тем если вы используете дубликаты да и если вы используете пустые показатели то есть вы их определяете в системе но никогда ими пользоваться не будете да ты тоже не очень хорошо это не страшно но не очень хорошо с точки зрения того как система будет строить аналитику здесь мы видим да что у нас для раз этих четырех строк показателей в ценовой категории у нас не будет да то есть поэтому здесь мы можем снять эти галочки для вот этих двух строк мы видим что у нас показатели количественных тоже не будет да хотя в принципе если у кого-то есть такая необходимость можно их задействовать ну вот в данном конкретном примере сделано это специально их у нас нет поэтому мы можем снять галочки здесь и таким образом создать показатели показатели есть другой вариант то есть мы можем непосредственно выделить только эти колонки также через мастер создание показателей все равно видит он у нас всем или вода для текущей колонки берет у нас видит система что для всех колонок он определяет хорошо значит таким образом мы формируем нажимаем выполнить видим да что у нас пропали здесь значения здесь сейчас у нас записаны наши показатели вот в этом окошечке область мы это видим заходим в наш вид отчета показатели отчетов видим что у нас формированы показатели отчетов заходим в общем на банк каким образом на банке можем посмотреть на банке мы можем посмотреть на банке мы можем посмотреть как у нас расположены их показатели включив вот эту опцию отобразить показателями и здесь мы видим да что наши показатели определены правильно видим их этим удобен однопериодный бланка что можно принципе структуру отчета заполнять довольно таки комфортно кроме этого из любого вида бланков кроме сводного у нас есть сводной таблице и кнопочка дополнительно которая позволяет к нам нам обратиться к структуре которую бланка который у нас структуре виды точнее отчета который у нас прописано вот в этом документе да мы можем также обратиться через сам бланк где соответственно опять есть вкладочка общая которая показывает название назначение данного бланка да то есть ли импорта либо только для отображения либо для импорта и для отображения дальше мы можем определить измерения то есть если у нас будут какие-то большие числа мы можем соответственно их убрать лишние нули там в тысячах или миллионах определить точность наших показаний дальнейшем мы посмотрим в комментариях видим показатели да еще раз вот наши показатели собственно которые положены здесь дальше строки отчетов которые опять же здесь колоночки отчеты нашли колонкам по строкам тоже здесь есть дополнительные параметры группы аналитик но пока у нас этих их не да но в дальнейшем будет есть видно описание это у нас можем описать этот бланк для чего он используется может быть это правило заполнение и так далее есть параметры параметры отчета это как раз да то есть эти наши четыре обязательных аналитики которые мы договорились не помните период сценарий валюта ренциона единицы да то есть проект это опциональная вещь она есть но основные показатели вот именно здесь виде параметра что мы можем сделать мы можем допустим вывести организационную единицу допустим вот прям вот этим образом драко брок перетаскивать сюда значит организацию при выборе организации здесь у нас она будет отображаться так убираем показатели данный бланк мы можем записать на тему запишем ничего не записывали да значит подытожим что мы имеем сейчас мы сейчас имеем сформированный вид отчета да то есть море заходим не через визуальное отображение через структуру отчета далее здесь теперь можем спокойно посмотреть наши показатели да то есть наши точнее ссылки на справочники здесь их очень много бланки отчетов там где мы были вот собственно мы видим бланки отчетов которые у нас есть для данного вида отчетов бланк отображения по умолчанию который сейчас пока у нас установлен до как 1 периодный бланк бланк импорта получения правила расчета по умолчанию что это такое правило расчета у нас показывает каким образом у нас будет рассчитываться документ экземпляр отчетов да когда мы будем его формировать если мы используем допустим какие-то ссылки на уже имеющиеся данные в системе то вот этот листочек нам позволяет определить именно те правила которые используются по умолчанию вообще правило заполнения бланков может быть сколько угодно да мы можем заполнить под одним сценарием вот таким образом бланк под другой сценарий там выбрать другой вид заполнения бланка и так далее что здесь указывается да здесь указывается опять же вид отчета потому что это стандартная привязка обязательная до правила проверки сейчас к нему чуть дальше то прием наименованием непосредственно самого базовые показатели модели допустим значение можно добавлять дальше тип информационной базы которую мы используем соответственно здесь мы либо текущей информационной базы спали бы любые другие если у нас есть ссылки да допустим привязанная база erp табличные документы пиксель текущая информационная база все базы которые у нас подключены к нашей информационной базе мы можем к ним обращаться дальше очень важный параметр да это галочка пересчитывать при открытии это значит когда мы будем открывать этот бланк это правило будет автоматически запускаться и пересчитывать значения да то есть независимости от того может быть какие значения на данный момент хранятся в системе дальше здесь есть указание на способ получения то есть что мы здесь предлагает нам системы это показатель отчета на текущей информационной базы либо регистр бухгалтерии текущей базы если мы выберем допустим здесь и систему яркие да то есть у нас соответственно здесь появляется еще регистр бухгалтерии внешней информационной базы как раз той который у нас подключен но мы будем пользоваться только нашей внутренней текущей информационной базы данные поля пока не заполняем просто их проговорим но в дальнейшем когда мы до этого дойдем я покажу как работает соответственно здесь при выборе регистр допустим мы можем выбрать план счетов который у нас и до этого план счетов на цифру с которым мы будем работать да и соответственно дальше уже более детально информацию по этому плану счетов уточнить необходимость дальше правила проверки по умолчанию ну понятно что есть правила расчета да есть соответственно правила проверки которая позволяет проверить какие-то ключевые показатели которые у нас будут в очете сформированы с некими правилами ну допустим не знаю что допустим определенная рентабельность которая будет посчитана на этом бланке да она должна будет равна определенному значению там и так далее тоже посмотрим чуть позже но цель правил заключается именно в этом показатели отчетов мы уже их смотрели назначили здесь у нас правила проверки это в принципе справа сюда здесь у нас есть по умолчанию которые используются здесь все правила проверки которые будут применены да допустим которые здесь есть правила расчета опять же здесь у нас все расчеты которые есть здесь у нас было которые используются по умолчанию расшифрованы здесь правила расчета которые базовая ведь их может быть много можно их создавать численное количество допустим под каждый сценарий как мы говорили что у нас есть еще дальше группа на этих показателей отчетов пока мы сейчас их не используем да но вот замечаем опять обращаемся дополнительные аналитики вот наши 5 аналитик до 1 2 3 4 5 и вот у нас валютная еще аналитика здесь это что аналитика но в суде в 11 дальше у нас есть колонки отчетов здесь именно файлов и каталогов это у нас прикрепленных файлов который будет дальше тоже посмотрим как они используются настройки оповещений это здесь для этого бланка можно настраивать соответственно способы оповещения и так далее тоже посмотрим позже ракурс как раз про что мы говорили тоже у нас сейчас пока есть только один ракурс который нам позволяет сразу все показатели утвердить если мы значит ну согласовываем этот экземпляр отчетов в дальнейшем тоже покажем как это можно работать но очень редко на практике используется но тем не менее да и строки отчетов вот такое количество справочников которые у нас есть и все это хранится в справочнике виды отчетов писать закрыть что хотелось бы еще показать хотелось бы показать то как формируется многопериодный бланк то есть если базовые показатели в однопериодном бланке у нас уже красиво сформировано то что же у нас в многопериодном бланке открываем многопериодный бланк видим что у нас многопериодного бланка нет теперь у нас тоже здесь есть немножечко интерфейс да у нас отличается давайте посмотрим это было наверно видно да что у нас немножко интерфейс отличается для работы с однопериодным бланком и с многопериодным бланком да здесь у нас есть оформительская щетка и дальше многопериодный бланк давайте теперь его создадим значит есть у нас здесь опять же мастер который помогает нам сделать это все открываем его что она нам предлагает он предлагает создать макет бланка и внимание да то есть то что мы видели до строки и колонки и показатели отчета по большому счету мы могли вот этот макет бланка целиком делать сразу на многопериодном бланке да то есть без использования однопериодного в чем же собственно отличие давайте посмотрим как он формирует бланк по умолчанию допустим мы ему просим сформировать макет бланка что он нам предлагает он нам видит он нас видит да что у нас есть значит строки некий эффективная ставка налог на прибыль да то есть и наши строчки и наши колонки то есть это табличная часть которая была сформирована что нам предлагает давать конку с итогом по периодам но так как это у нас будет носить справочную информацию скорее всего итоге по периодам но вряд ли нам будет интересно да то есть поэтому мы отказываемся от этого но для любых других банков вы можете этим воспользоваться то здесь соответственно можно выбрать после вывода раскрытия либо перед выводом раскрытия то есть грубо говоря итоги у нас будут в начале либо итоге будет самом конце после там допустим декабря либо последнего месяца да и дальше предлагает нам нас выводить аналитику иерархии да либо посмотрим как это сейчас работает и в чем разница пока оставим аналитику иерархии поменить ну вот смотрите что мы снова видим да система она сама распознала что у у нас есть показатели для вот этих строк этих строк у нас показатели отсутствует поэтому собственно говоря она поставила невозможность заполнения данных колонок вот но видим да что визуально у нас макет очень очень сильно отличается от того что мы хотели бы да и для того чтобы привести его в такое красивое состояние нам придется очень сильно поработать на самом деле здесь есть в принципе большой инструментарий для того чтобы работать с оформлением кроме этого да то есть здесь есть свойства дальше значит оставляя допустим переносить до слова как-то обрезать так далее можем назначать любые цвета использовать шрифты заполнение цвет фона узора и так далее здесь очень богатый инструментарий для того чтобы ваш бланку собственно был очень красивым да и выглядел хорошо что называется кроме этого да здесь надо очень важно понять что это исключительно визуальная часть бланка поэтому мы прямо здесь можем дописывать да то есть все что хотим вот соответственно что еще здесь делать значит чем многопериодный бланк отличается да мы здесь вижу мы видим что у нас есть раскрытие да то есть что значит раскрыть это это значит что вот это у нас показатели предельника определенного периода в зависимости от того на какой период мы будем использовать этот бланк такое количество этих колонок у нас будет да то есть в каждом периоде у нас будет всегда отражено две колонки да опять здесь мы можем количество убрать также визуально если нас да просто нужно писать значение так здесь тоже можно если мы хотим видеть идоги мы вроде как не хотели видеть да то мы можем на них взять и просто удалить можем записать в свой бланк и будет еще сформированный многопериодный банк тем не менее какие у нас варианты еще да то есть мы можем конечно заняться украшательством да можем сделать следующее то есть можем хорошо значит какой у нас есть еще вариант сейчас покажу закрыть мы можем банка чудом импортировать xl до инструментарем тупо привет позволяет сделать выбираем лист вот наш бланк отчета который мы хотели видеть да то есть теперь он один один похож на тот который был полностью форматируем и так далее теперь что же нам нужно определить теперь нам нужно определить где у нас строки да где у нас колонки но мы помним что на самом деле нам самое главное при где у нас показатели потому что вот это все это у нас все таки это больше визуальная часть да и здесь мы можем использовать их как как угодно но вот вывести показатели в нужное место этого момент опять можно воспользоваться кнопочка дополнительно получить доступ к нашим показателям и сделать все вещи да так эффективная ставка налога будет здесь на то есть мдс будет здесь прямо перетаскиваем процент будет здесь средняя ставка акваринга будет здесь дальше продажа готова продукции будет здесь и закупочная цена будет здесь все вот таким образом мы определили наши показатели да важный момент раскрытие кого-то как бланк многопериодные мы должны определить какие колонки у нас попадут в период что мы для этого делаем мы выделяем нужные колонки которые у нас должны быть в периоде мы будем создать область аналитического раскрытия здесь помощь генерации накида здесь выбираем две колонки 2 красное имя показывает сколько в периодичности дальше нам нужно выбрать структуру аналитик по которым нас будут раскрываться значит эти две колонки добавляем и выбираем периода чтобы у нас период по периоду было раскрытие на самом деле на сегодняшний момент хотя есть доступные поля но кроме периода данные опции не работает дальше здесь собственно просто соглашаемся со всем что нам было предложено видим что система сама сделала дополнительное раскрытие эти колонки нам здесь не нужны потому что еще раз да не забывать это чисто визуальная часть поэтому дублировать не стоит теперь у нас есть область аналитического раскрытия единственное что нам необходимо заменить вот здесь у нас сейчас будет прописан месяц а нам необходимо чтобы здесь у нас отображался именно период который который бы будет у нас при при выборе да то есть здесь пока у нас все будет писаться месяц для этого мы заходим не показателя в параметры и берем отсюда период да на самом деле для многопериодных бланков здесь представлен не просто периода период начала отчета и период окончания отчета нам необходимо выбрать период у нас момента когда мы ставили открытие раскрытие у нас есть этот период вот он у нас нам надо просто его перенести в нужно нам чей куда то есть мы копируем вставляем здесь мы можем убрать здесь объединенные мячейки единственно нужно будет закрасить его точно так же посередине может пока просто к ставим что время не тратить все мы снимем открытие есть написать и закрыть ну вот собственно все то есть у нас базовые отчеты созданы и дальше уже можно приступать к тому чтобы вводить данный я сейчас тогда подготовлю периоды открою их и буквально в самом конце мы сейчас посмотрим как это выглядит уже на экземпляре отчета давайте откроем период создадим правильный отчетным периодом выберем сценарий допустим план оптимистичный возьмем 20-го года и проваливаться от выбора этот регламент очень быстренько создадим значит регламент создан пока не будет здесь останавливаться приходим созданием экземпляр отчетов через раздел бюджетирования экземпляр отчетов создаем экземпляр отчетов выбираем вид отчета наш вид отчета который нужен базовый показатель управление отчетным периодом на то что сейчас я съедал ну вот видно что при выборе экземпляра отчетов у нас сразу показывается многопериодный бланк который будет использоваться правила обработки и правила проверки так все создаем и видим наш многопериодный бланк ну то есть вот без итогов соответственно здесь можем вводить данные и детализация нам нужно описаться видимость с двумя местечными то есть это можно поправить будет в бланке да то есть здесь есть такой инструмент удобный который это все заполняет по всему бланку и так далее я пока экземпляр отчет записывать не буду потому что мы сейчас не дошли еще пока до антического раскрытия просто посмотреть каким образом можно очень быстро да и удобно сделать бланк очень много конечно было теории так скажем но мы постоянно будем к ней обращаться потому что это очень важные моменты для понимания соответственно когда это уже будет на подсознании можно будет с бланками работать гораздо быстрее поэтому не сохраняемся давайте быстренько подытожим что же у нас получилось значит у нас получилось следующее что виды бланков виды отчетов это у нас отражение какого-то конкретного отчета да либо бюджетного отчета либо управленческого отчета выходного да то есть соответствие с этим отчетом это у нас вид отчета бланк отчета это у нас исключительная часть визуальная с помощью которой мы можем либо выводить данные да либо наоборот заносить их непосредственно в систему значит по тому что такое показатели отчетов каким образом их надо использовать как правильно строить мы тоже поговорили я думаю что мы еще не один раз будем к этому возвращаться на следующем занятии я думаю мы посмотрим значит каким образом можно создавать дополнительные бланки как можно аналитические раскрытия делать по строкам и тем самым усложнять немножечко значит наши виды отчетов поэтому большое спасибо за то что вы смотрели вебинар всем удачи